Оранжевый мяч, финал первенства России Ю-18 и финал Кубка России по баскетболу 3 на 3. Самые топовые команды России приехали на площадку Спорт-спорт. Игры проходили три дня и все три дня была упорная борьба. На первенстве России за медаль сражались 24 команды, 16 у юношей и 8 у девушек. А вот уже в Кубке России почти в два раза больше. 54 коллектива, 36 у парней и 18 у девушек. Поэтому Кубок России разделили на два дня. В субботу групповой этап, а в воскресенье плей-офф. В этом году в финал Кубка приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Самары, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, со всей Нижегородской области и других регионов. Изначально, когда федерация создавалась, главная цель была, что в Нижегородской области должны не просто проходить соревнования, а должны проходить соревнования федерального масштаба. Это как раз те моменты, когда зрители, участники, которые вообще занимаются баскетболом в регионе, они приходят, смотрят на то, что происходит. И это как раз и идет федерализация баскетбола и всего спорта в целом. В Нижнем Новгороде уже проходили финалы чемпионата России по баскетболу 3 на 3 в 2013 и в 2015 году. Их проводили на площади Минина. И вот снова нашему городу Российской Федерации Баскетбола оказывает доверие. Нижний Новгород неоднократно доказывал свою, ну не просто состоятельность, а очень высокий класс проведения мероприятий высокого уровня. Это и турниры ННО, но главное, конечно, чемпионат России в Нижнем Новгороде проходил. И это наши давние партнеры, которые, в общем-то, большие молодцы и у нас к ним полное доверие. В первенстве России 3 на 3 оба финала и женский и мужской выиграли команды из Санкт-Петербурга. В Кубке России 3 на 3 у девушек в финале победила команда Тулпар из Казани. А у парней ЦОП Нокиан из Санкт-Петербурга. Артемий Котков, Алексей Завлов и Вячеслав Орлов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова